И это именно евреи устроили массовый террор в России. Именно евреи придумали концентрационные лагеря. Именно евреи ставили у истоков ЧК. ТЭС благодарит от лица украинского народа. Это именно евреи ставили у истоков ЧК и массовое истребление людей, говорит человек по фамилии Гордон. Ну, тут несколько уголовных преступлений. Ну, то, что все это ложь, это не надо доказывать, все документы говорят. То, что евреи в этом участвовали, как и все другие. Вращающая роль была не евреев в этом отношении. То, что это как две капли воды, то есть слово в слово повторяет нацистскую пропаганду и бандеровскую пропаганду. Это одно к одному. Запространение нацистской пропаганды – это уголовные преступления во всем мире сегодня. Ну, это товарищ, да. То, что это пропаганда направлена на разжигание расовой ненависти – это однозначно. То есть он практически говорит, вот, те, и причем это по времени, когда это было интервью, вчера? Несколько дней назад. Ну, как раз. Ну, накануне, накануне годовщины Бабьего Яра. Или накануне того, что происходило. То есть он практически говорит, эти народные патриоты, которые установили справедливость во Львове или в Бабе-Миру, они просто-напросто делали то, что они должны были делать, чтобы очистить страну от этих элементов, которые пролили столько крови. Причем не только на Украине. Вот он недавно, это одна из участниц от украинской стороны, которая должна была участвовать в организации годовщины Бабьего Яра. Она говорила то же самое, что вот евреи устраивали, убивали честных украинцев, и вот украинцы решили восстановить справедливые. Это то, что он еврея, меня не удивляет. Ну, среди каждого народа есть подонки, среди нашего тоже. Если кто-то удивляется, почему евреи так говорят? Ну, в любом народе такие были и у нас. В этом нет ничего удивительного. Удивительно, почему этот подонок еще ходит на свободе. Удивительно, почему никто на этом не огирил, почему он считается знаковой фигурой. А если он считается знаковой фигурой на Украине, так вот это Украина, это лицо Украины. Это лицо его, это лицо Зеленского. То есть они пытаются прикрыться евреями в своей антисемитской сути, в своей нацистской сути. А вот есть евреи, которыми они прикрываются, и согласны играть эту роль. Вот он играет эту роль. Причем ни одного слова в том, что он сказал, правды нет. Документы говорят совершенно другое. Да, среди них были евреи, но не большинство. И в этом периоде, в тот период, тем более. И они делали это не как евреи, а не потому что евреи. Были китайцы, были лутыши, были украинцы. Сколько украинцев было. Понятно, что были русские, поляки, кто угодно. Все народы России в этом участке. Революция-то была народная. Это не был переворот какой-то небольшой группы, как пытаются представить. Это лицо сегодняшней Украины. Полностью, полностью овладела бандеровская идеология украинской властью и средствами информации. Другие закрывают. А вот это, пожалуйста. Ну вот смотри, сейчас будет трагическая годовщина Бабии Уяры. Должны там присутствовать ряд граждан, в том числе иностранных государств. А это дерьмо тоже будет присутствовать? Ну конечно. Понятно. Но будет еще и президент Израиля. А президент Израиля якобы собирается. Но важно другое. Важно, что никого не будет из России. Россию они не зовут. Не, ну а Россия какое отношение имеет к Бабии Уяры? Ну и слава Богу, что Россия, Россия в этом обществе появляться не должна. Да, но только накануне немецкий посол принимал участие в открытые памятнику губернатору нацистскому Киеву. Это вообще, это что? То есть немцы вообще окончательно решили, что им все можно? То есть чувства вины у них больше нет? Да, можно. Если можно почтить своим присутствием вот это, вот этих людей, это сборище, тогда можно. Тогда можно. Тебе сейчас все можно. Нацистская идеология сегодня, да, но он же выражает свое мнение в рамках свободы. Ну, вот путинским пропагандистам нельзя, их надо закрывать. А вот это можно. Повторять нацистскую идеологию, нацистскую пропаганду. Можно, почему нет. И можно при этом, и можно при этом участвовать, участвовать и говорить лицемерно о том, что вот. Торжествует демократия на Украине. Может быть, Литва внесет в списки Гордона за оправдание антисемитизма. Какие списки? Правильно. А может быть, государство Израиль возбудится на эту тему? Государство Израиль вообще не возбудится на эту тему. Если президент приедет, оно не возбудится. Государство Израиль в таких вещах проводит политику Страуссина. Мы не видели, мы не слышали. И вообще нас эти вещи не очень интересуют. Но если это идет в одну струю с веяниями демократического Запада, да. То есть, если завтра Мария Липен попросит приехать в Израиль, у нас подавится шум. Как можно? А вот это можно. Против этого нет. Хотя у Марии Липена не было никогда ни одного антисемитского заявления, или прославления нацистов, или французов, воевавших на стороне нацистов, или в защиту Петена и режима Виши. У ее папы были, но у нее нет. Она к этому не имеет отношения. Я помню, какие крики были по поводу канцеля Австрии в свое время и прочее. За намного более минорные заявления, которые не всегда можно было оценить как прославление нацистов, но неважно. А вот это, пожалуйста. Ну, это наша тоже проблема. Продажность политиков, она известна. Но в данном случае, в данном случае, то, что совершил Гордон, он совершил уголовное преступление. И если у американцев есть право объявлять в розыск преступников, выдавать ордер на арест, если кого-то не считают, кто нарушил американские законы, в данном случае Россия имеет тоже полное право. Он обвинил Россию. Он говорил не только об Украине. Он же и сказал, только на Украине это сделал. Он говорил о том, что произошло на всем пространстве государства российского. Украина! Ну вот, украина!